МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. На казарменном положении в Чебоксарах стартовали военно-спортивные сборы «Патриот». Учиться всегда пригодится. Минтрут Чуваши проводит курсы переподготовки и повышения квалификации для граждан пожилого возраста. Издалека долго в Чебоксары прибыла международная экспедиция «Волга-река мира». Во всех районах республики кипит уборочная страда. Уже намолочено около 33 тысяч тонн зерна. В целом по региону среднесуточный обмолот превышает 4 тысяч гектаров. На полях Чуваши задействованы 274 комбайна. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев посетил Канажский район и ознакомился там с уборочными работами. В агрофирме «Пионер» увеличили посевную площадь почти в 6,5 раз по сравнению с прошлым годом. Предприятие делает ставку на зерновые и зернобобовые культуры. За два года освоило полторы тысячи гектаров залежных земель. Всего у нас, как говорят в банке земель, 2200 гектаров. Расположено в Канажском районе, в Ибресинском. В этом году мы посеяли на площади 1850 гектаров. Из них озимы около 500 гектаров. 730 гектаров – это техническая культура. Это рапс, горчица, редька маслячная, вика, донник. Гороха у нас очень много – 290 гектаров. В Канажском районе реализуются 6 инвестиционных проектов. Так, в агрофирме по этому направлению построены зерноочистительные и зерносушильные комплексы на 20 тонн сушки. Два зернохранилища. В планах у аграриев получить лицензию на семеноводство. Для этого на предприятии есть все условия. Склады для хранения зерна, минеральных удобрений, современная техника, своя заправочная станция. В этом году урожайность значительно выше, чем в прошлом. Ожидается не меньше 45 центнеров с гектара. Намолоченное зерно без потерь поступает на зерноток. На совещании с активом Канажского района глава Чуваши отметил, что с таких предприятий, как «Пионер», нужно брать пример. Сельское хозяйство – это практически нормальный, хороший бизнес. Я могу сказать, кто правильно работает, соблюдает технологию, сокращает и рачительно подходит к расходам, ведя финансово-хозяйственную деятельность, конечно, у них результаты хорошие. Это во-первых. Во-вторых, для молодых людей появляется возможность работать, соответственно, и добиваться соответствующих результатов. И в-третьих, кроме того, что развивает сельское хозяйство, он один из таких мощных, серьезных благотворителей своей, как бы сказать, родной деревни, можно сказать. Только вот мне сказал он, почти 20 миллионов рублей своих заработанных денег вложил в свою родную школу, где учился. В Канажском районе рост собственных доходов составил 9,5%. При этом сбор налогов на душу населения – самый низкий в республике. Необходимо бороться с серой занятостью, подчеркнул глава Чувашии. Среднемесячная заработная плата выросла на 17%. По этому показателю район занимает третье место среди всех остальных. Обсудили на совещании предстоящие изменения в пенсионном законодательстве. Вопрос неоднозначный, но необходимый. Сегодня есть четкое понимание, имея те ресурсы, которые есть у нашего государства, мы еще можем легко прожить 6 лет, то есть сохраняя пенсионный возраст. А что произойдет через 6 лет? Было уже озвучено, за последние 5 лет только в нашей республике на 23 тысячи увеличилось количество пенсионеров. Сегодня в республике в нашей 370 тысяч. Это почти одна треть населения Чувашия. И сегодня правильно было сказано, пропорция людей пенсионного возраста и трудоспособного 1 к 8. Но мы еще должны понимать, что эти 1,8 – это не все те, кто делает отчисления в пенсионный фонд. Конечно, изменения невозможны без создания ряда условий. И это обсуждаемый вопрос. Подводя итоги совещания, глава Чувашии отметил, правительство выполняет социальные обязательства перед жителями Канажского района. Так, на выплату субсидий за жилищно-коммунальные услуги предусмотрено 43 миллиона рублей. 88 миллионов будет направлено на поддержку семей с детьми. Обеспечивается охрана общественного порядка, как результат сохраняется стабильная обстановка. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Инициатива жителей плюс поддержка государства и, как следствие, решенные проблемы. Схема, которая работает в Канажском районе. А где водушка? Где водушка? Постельных комплектов здесь пока нет. Так же, как и стульев и столов на 20 детей, которых приведут сюда родители 1 сентября. Но большая часть уже сделана. Два класса Сугай-Косинской общеобразовательной школы переоборудовали в группу для дошкольников. Все как положено. Капитальный ремонт, санузел, гардеробная, пластиковые окна. Инициативу проявили родители, которым приходилось возить детей в канажский садик из-за нехватки мест в единственной в деревне дошкольной группе. Смета была на 1 миллион 100 тысяч. Из них сразу надо сказать, что это по программе инициативного бюджетирования. Это означает, что часть денег мы собрали с населения в деревне. Больше 100 тысяч рублей на сегодняшний день. Ну, продолжали еще сдавать. А остальное – это районные и республиканские бюджеты. Остались вопросы с оснащением, мебелью, инвентарем. Пока не выделена ставка для нянечки. Решается вопрос по графику работы дошкольной группы. Проблема в чем? Автобус приезжает где-то в 17.30 только в деревню. Например, родитель вышел с работы в городе в 5 часов, он здесь только в 17.30. А ребенка кто заберет до этого момента? Поэтому это надо продумывать. И, скорее всего, мы будем согласовывать вместе с родителями и выберем наиболее удобный график работы. Дети тестируют новое асфальтовое покрытие в среднекибеческом сельском поселении. Ремонт дворов произвели возле двух домов в деревне Челкумаги. Раньше дети всегда старались туда. Или на школьную территорию хотели, или на основную дорогу выходили. Но за ними бегали, смотрели. А сейчас уже дети сами по себе гуляют. Но мы все деревья убрали, которые не нужны. Теперь мы будем обустраиваться, будем сажать цветы. Многолетние обычно все равно. У кого что есть, уже знаем, что куда посадить. Мы уже готовы сажать. Шихазан – единственный районный центр республики без собственного дома культуры. Жители давно просили обустроить место для отдыха и досуга. На помощь пришла федеральная программа устойчивого развития сельских поселений. ИДК начали строить с нуля весной этого года. За этот период мы положили водопровод канализации. Сделали благоустройство чуть-чуть, убрали чернозем. Положили фундамент. Фундамент полностью, подкладка готов. Сейчас готовим основание под пожарные резервуары. Просмотрели мы проекты и типовые, на федеральном уровне. На самом деле, такого масштабного строительства на селе, именно в сельской местности, на 300 посадочных мест клуба пока в России нет. Цена вопроса более 50 миллионов рублей. Пока подрядчики идут с опережением графика. Открыть культурный центр планируют к осени 2019 года. А жители уже сейчас размышляют над сценариями праздников, которые будут проводить в новом здании. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Александр Петров. Республика. Серьезная авария произошла сегодня утром на 11-м километре автодороги Цивильск-Ульяновск в районе деревни Новая Сурбеева. Девушка, управлявшая автомобилем Volkswagen Passat, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с газелью. В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Его пассажиры, мужчина, который сидел рядом, и двое девочек 2008-2014 годов рождения, а также водитель грузовой газели, доставленный в лечебное учреждение с телесным подразделением. С начала года на территории Чувашии зарегистрировано 642 ДТП, в которых 65 человек погибло и 840 получили ранения. Погибли 4 ребенка. Сотрудники ГИБДД просят всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не игнорировать требования дорожных знаков и разметки, пристегиваться ремнем безопасности и ни при каких условиях не садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Учиться всегда пригодится. Минтруд Чувашии проводит курсы переподготовки и повышения квалификации для граждан пожилого возраста. Как инженеру переквалифицироваться в парикмахера, смотрите далее. Вы всю свою сознательную жизнь трудились на заводе, а сейчас хотите попробовать себя в роли маникюриста, но при этом сидите дома и думаете, что ваше желание не больше, чем пустые фантазии. А в это время эти люди доказывают, что все возможно. Только за прошлый год более 2,5 тысяч жителей Чувашии прошли курсы переподготовки или повышения квалификации в учебном центре. Кстати, пятая часть – граждане пожилого возраста. Наиболее востребованными среди граждан пожилого возраста являются такие курсы, как курсы флористики, дизайна, курсы архивного дела, кадрового дела, курсы в области охраны труда. Мотивация у граждан пожилого возраста очень большая. Так, например, за прошлый год у нас порядка 500 человек прошло повышение квалификации и переподготовку. Особенно востребованы курсы компьютерной грамотности. В центре к разновозрастным студентам особый подход. Как заявляют специалисты, в таком обучении очень важна порционность. Небольшое количество информации нужно сразу же переложить на практику. Тогда освоить новую специальность, например, менеджер по персоналу, можно за три месяца. Я пришел учиться на менеджера по персоналу. У меня слабый навык, я работаю как за компьютером. Дается нелегко, забываю, что нужно делать. Здесь можно не только менеджер по персоналу, тут и аудит будет, и 1С. В принципе, может быть, я не смогу найти работу в этой области, но у меня есть родственники и близкие знакомые, которые, может быть, в дальнейшем понадобятся мои услуги. Альбина Рудакова всю жизнь проработала инженером. Так получилось, что она осталась без работы. Пришла в центр занятости и среди предложенных профессий увидела ту, которая ей нравилась еще в детстве. Сейчас, в свои 53 года, она учится на парикмахерам. Учиться здесь безумно интересно. Преподаватели влюбленные в свое дело. Еще я узнала, что эта профессия, она как раз требует, с одной стороны, математической такой точности. Под нужным углом нужно натягивать пряди, там, правильно и четко их отделять. А с другой стороны, нужно воображение художника. То есть ты уже должен представлять какую-то картину человеку, который будет перед тобой, когда выйдет из-под твоих рук. У Альбины две дочки, и обе они в восторге от маминой будущей профессии. Специалистом она станет совсем скоро. Осталось лишь сдать экзамен. Кстати, освоить новую профессию может любой желающий. Для этого нужно обратиться в центр занятости и получить направление на обучение. В этом случае новые знания вы получите бесплатно. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Высокое кулинарное искусство мастера кондитерской планеты в очередной раз удивили не только зрителей, но и жюри фестиваля «Гостеприимная Чувашия». Композицию в ожидании торжества видели и мои коллеги. Свадебное платье, уютное кресло с настольной лампой, незаконченная вышивка крестиком, вполне обычный интерьер комнаты молодой девушки накануне свадьбы. С той лишь разницей, что экспозиция кондитерской планеты «Вся съедобная». Наряд из сладкой мастейки, картина из пряников, торшер из макарон и заварного теста. Автор последнего шедевра признается – понадобилось не только мастерство, но и физическая сила. Заварное тесто, в принципе, густое, поэтому если из корнетика высаживать, простого пергамента, он просто лопнет. Специальная пленка берется, корнет делаем, и через силу выдавливаешь вот эти мелкие-мелкие, получается, ажурные кружева. В то, что это не вышивка, а картина из глазурной нити толщиной 2 мм, поверить очень сложно. Но у нас есть доказательства. Накануне фестиваля мы застали мастеров за работой. Говорят, что тренировались больше месяца, прежде чем получился конкурсный вариант. Потраченные продукты, время, силы и нервы окупились в старицей. Даже капитан российской сборной по кондитерскому искусству Елена Сучкова, хорошо знакомая с творчеством мастеров кондитерской планеты, и та была приятно удивлена. Вот такого точно аналога нет в Европе. Это индивидуальная работа, мы ее тоже оценили, эту картину. Я думаю, что если ее повезут в Европу, то она получит медаль, и я думаю, что в республике у вас есть кем гордиться. Я считаю, что это жемчужина не только Чуваши, это жемчужина вообще России, потому что здесь настолько высокий уровень работ, что я сказала, вам надо прямая дорога в ноябре ехать в Люксембург. В Люксембург на чемпионат мира по кондитерскому искусству наши действительно поедут. А пока обе работы, и торшер, и вышивка глазурью, стали победителями фестиваля «Гостеприимные Чуваши». Елена Гальперина, Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, «Республика». Волга, река мира. Международная этнокультурная экспедиция под таким названием проходит по городам Поволжья. Делегация посетила Самару, Болгар и Казань. Сегодня к этому списку добавились чебоксары. К Афанасию Никитину Илье Муромцу присоединился Алексей Толстой. Теплоход с участниками экспедиции причалил в порту Чебоксар. Знакомство с Чувашской культурой начинается прямо Мстрапа. Мордовские танцы под Чувашские песни. Объединение культур наглядно. Мария Морозова – постоянный участник экспедиции. Вот этот национальный костюм достался ей от матери. Ну, колокольчик – это колокольный звон. Вот мордовские ученые говорили, Сперва мордовочку услышишь, а потом уже увидишь головной убор – ашкот, то есть оберег от плохих людей. Вот это вот кросик, как называется, это только у нас в Мордовии, в нашем районе. Это тоже оберег. У каждого свой неповторимый образ. 76 участников из 17 регионов России и ближнего зарубежья. Ульяновская и Ленинградская области, Эстония, Коми, Мриэл, Башкирия, Мордовия. С каждым годом география расширяется. Чувашии первый раз, и участвую первый раз. Ну, такое впечатление, все прямо довольны очень. Одним опытом. И, конечно, сообщение. Общение со своими людьми, со своими национальностями. Да, я с Башкирией, меня тоже пригласили. Это вообще радость. Это общаться с людьми своей национальности, только они с других мест. Там же у нас много, с разных регионов приехало. Очень-очень большие впечатления. И вообще море позитива. Все очень классно. Программа экспедиции насыщена. Круглые столы, семинары, мастер-классы на воде, встречи с представителями других регионов на суше. Основная тема этого года – сохранение и развитие национальной культуры. Это особенно актуально в сельской местности. Основная проблема, конечно, материальная база. Как можно решить эту проблему. Проекты, национальные проекты. Сейчас очень актуальна тема национальных проектов. Мы затрагиваем эту тему национальных проектов. У кого какие проекты. В ходе экспедиции, конечно, представители набирают опыт. Между обмен опытом. А также приходят к договоренностям. Минкультура Чуваши и Миннацполитики Мордовии подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение укрепит наше взаимодействие уже на официальном уровне по всем направлениям. И по архиву, и по музеям, по театрам, и между органами исполнительной власти. Конкретные планы есть, и наработки есть. То есть будут продолжаться старые наработанные проекты. И, конечно же, новые. Будем вместе вот такой командной игрой выполнять все эти пункты. Ну и в дальнейшем расширять наше сотрудничество. Это только пойдет на благо нашей России и народов, проживающих на ее территории. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чебоксарах начались военно-спортивные лагерные сборы «Патриот». В казармы заглянули Ольга Пырочкина и Игорь Зверев. Армейская дисциплина начинается еще до того, как ребята разберут вещи. В ближайшие дни им придется провести на казарменном положении. Мы сейчас находимся в казарме, где ребятам предстоит жить целых 10 дней. Мы посчитали количество кроватей. В каждом ряду их 10. И плюс нижний и верхний уровень. То есть здесь будут жить сразу 40 человек. Ну, настоящие армейские условия. Сотовые телефоны и интернет в программу сборов не входят. Однако никто из ребят не променял бы возможность прыгнуть с парашютом или научиться рукопашному бою на соцсети. Ежегодно в летний сезон проводится несколько смен по 10 дней, в которых наши школьники участвуют. Это и строевая подготовка, это изучение устава, это и парашютная подготовка, огневая подготовка и другие виды деятельности, которые воспитывают и из мужчин именно будущего защитника Родины. К концу смены этих самых будущих защитников родители не узнают, обещают опытные педагоги. Команда была «Сновейсь!» Принимается строевая стойка, пятки вместе, носки в рост, подбородок приподнят. Тяжеловато в первые дни. Нравится мне с ними заниматься. Вот из, как вам сказать, недисциплинированных делаем дисциплинированных. Нужно, как бы сказать, строго, но и шутить почаще с ними. Уже второй год в лагерь приезжают и девушки. Для них отдельный взвод. Песню забежать! Разветали яблони и груши, Попыли туманы над рекой. Взвод отдельный, а программа общая. У Кристины папа военный. И к концу смены она тоже хочет мастерски управляться с винтовкой. Это очень сложно. Непривычно такое держать. Тяжело очень. Руки напрягаются. И спина. В первую смену в Патриоте отдохнут более 150 детей. На это из городского бюджета выделили 2 миллиона рублей. Вторая смена стартует 14 августа. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. Чувашский спортсмен Роман Минеев завоевал бронзу на первенстве России по триатлону. Соревнования прошли в Тюменской области. За победу боролись 200 юношей и девушек со всей страны. Чувашу на турнире представляли 7 спортсменов. Роман Минеев продемонстрировал прекрасную выносливость. Плавание на 300 метров, велозаезд на 8 километров и бег на 2. Наш земляк, 14-летний Роман Минеев, мужественно прошел через все испытания, немного уступив Николаю Воронцову из Московской области. Первое место за представителем Краснодарского края Дмитрием Карпеевым. Напомним, ранее Роман стал победителем чемпионата и первенства Чувашии по триатлону. Триатлон нравится тем, что здесь нужна выносливость. Триатлон – это вид спорта мужественной. Нужно терпеть, работать, тренироваться. Мне нравится больше бег, потому что он у меня лучше всего получается. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова